Девушки отдыхают Заниматься нужно 45 минут Я закончил за 10 Возьми на вооружение Да, хорошо Итак, в эти выходные на конференции GLB в Кэтринге Я планирую запустить проект Зевс Проект Зевс? Что это? Ты не узнаешь о содержании проекта Зевс, пока не настанет время, чтобы ты узнал о проекте Зевс А, ясно Мне даже нравится, когда он такой грубый со мной Надеюсь, это скорее психологический дефект и никак не связано с Нэксом Итак, настало время узнать смысл проекта Зевс Смысл проекта Зевс таков Почему бы не объединить отделы маркетинга и продаж? Я не знаю Тысячи причин, но В общем, как бы Ни одной А если маркетинг начнет говниться? Именно поэтому я заявил нашу с тобой презентацию перед советом директоров Детали предоставляю тебе, но если тебе удастся их продать Мы будем вместе руководить новым супердепартаментом А если нет, ты как младший по званию получишь пулю в лоб Господи Именно Тебе понадобится команда Я дам тебе несколько коробов, загоня их до смерти Нужно, чтобы они истощили факты и газили цифрами до самого главного дня, ясно? Ясно Если все получится, я буду Чарльзом, а ты будешь моей Камилой Камилой Я буду королевой Джонсона Если общественность признает меня, я буду королевой Джонсона Моя команда Я буду самым лучшим боссом в истории Они будут с рук у меня есть, хотя я буду держать их за яйца Вы в порядке? Все нормально, это отслеживание уровня кислоты в желудке Не очень подходит для бизнеса, вообще какая-то дурацкая болезнь Итак, спасибо, друзья, что пришли на первую ознакомительную встречу рабочей группы проекта Зевс Во-первых, помните, это мозговой штурм Я ничего не оцениваю, это ярмарка идей, так что прежде чем мы начнем ругаться друг с другом Отличная шуточка Я принесу пиццу, горячей жирной пиццы, чтобы наполнить твой желудок кислотой Ну как дела? Сказал им, не важно, что они скажут сегодня А на самом деле буду записывать каждую их мысль Джереми, ты ел нашу пиццу? Большая Сузи проголодалась Она богатая, Марк, не понимает, что нельзя брать чужое Открой, пожалуйста, Джереми Джереми? Джонсон, Джонсон Ох, у нас свитон на плечах Я не корпоративный монстр, а живой человек, ну конечно Ой, извините Какие тут извинения? Алан! Алан! Ну, я смотрю, ты тут неплохо прибарахлился, особенно попка хороша Ты о большой бизнесе, да? В бизнесе Джереми учится тому, что у каждого человека есть цена Я тебя оцениваю в 530 фунтов Что? Я не собираюсь ходить кругами, Джереми Я хочу сделать тебе непристойное предложение в реальной жизни Непристойное предложение? Я хочу переспать с твоей девушкой, Джереми Но мне не нравится играть с женщинами в игры Мне не нравится их слушать, не нравится разговаривать с ними Но мне нравится кое-что из того, что они делают Поэтому 530 фунтов, чтобы переспать с вашей сюзи Это мое непристойное предложение Это действительно непристойное предложение У тебя есть собственность, которой я хочу воспользоваться В чем тут разница с наймом адвоката или виллы в испанке? Есть небольшая разница, ты ведь будешь совать свой член прямо Ответ твой, Джереми Может быть, пальцем за 300? Я не собираюсь торговаться с тобой, Джереми Он, конечно, думает, что я какой-то наркошек Комнатный диджей, которого можно купить Но ведь никто не даст мне медали, если я скажу «нет» Денег-то совсем нет И... Хорошо договорились Это ужасная идея? Нет, конечно Это было в кино Они бы не стали снимать кино про ужасную идею Их бы засудили Итак, финансы, логистика и так далее Это ключевые задачи, которые вам нужно проработать для моей презентации Я хочу, чтобы вы испытывали при этом удовольствие Не нужно упираться, напрягите голову Потом расслабьтесь, всё проверьте, перепроверьте Потому что докладывать про всё это придётся мне И как по-вашему мы должны? Трубка в носу, трубка в носу Мужик с трубкой в носу Источники финансирования? Да Просто расслабьтесь и не торопитесь, хорошо? Ясно Чёрт, это будет непросто Скажи, Сьюзи, тебе нравится фильм Роберта Брэдфорда? Я не знаю, кто это Это рыжий пожилой джентльмен Но он основал кинофестиваль «Санданс» Похоже, хороший человек Именно И в этом смысле я вот что подумал Короче, как ты насчёт того, чтобы переспать с боссом Марка за деньги? Переспать с мужчиной за деньги? Да, но не просто так Это же как в голливудском фильме Ты что, стал моим сутенёром? Сутенёром, не сутенёром, сейчас другие времена Я живой человек, Джереми? Конечно С одной стороны, да Но при этом Объясни мне, в чём большая разница С наймом адвоката или виллы в Испании? Я в шоке, Джереми Это просто ужасно Нет, 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 нет Послушай, Сьюзи, извини Я люблю тебя, я тебя люблю, действительно Я взял много денег, но я всё вернул Всё нормально Всё как раньше Всё в порядке Нет, не всё Ты пытался сделать меня проституткой Это была шутка, Сьюзи? Я жму кнопку перегрузки Прощай, Джереми Не уходи Господи, всего-то попросил ей побыть проституткой Я же не прошу продавать её что-то по телефону Кеттеринг Нужно объединить отдел продаж и маркетинга вместе Голыми руками А всё, что у меня есть в распоряжении, это группа придурков Итак, Джонсон будет здесь в три Я хочу свести вместе ваши предложения Для большой завтрашней презентации Ну, что у вас есть? Цифры по логистике, Лиза? Финансовые расчёты, Кэти? Джефф? Да, мы разговаривали, ты сказал, расслабьтесь и не спешите И мы подумали, что прежде чем начать, хотим задать несколько вопросов, чтобы... Вы что, шутите? У вас ничего нет? Ну, ты же сказал, расслабьтесь и не спешите Я не говорил это буквально Господи, у меня завтра презентация Джонсон будет здесь в три Вы что, не понимаете? На кону мои яйца Ну, если хочешь, мы создадим пару рабочих групп и... Плевать мне, как вы это сделаете Главное, чтобы было хорошо, блин Ясно? Хорошо Слушай, Марк, я подумал немного, и мне пришла в голову мысль Может быть, объединить не только продажи и маркетинг, но ещё и планирование? Добавим к ним, а? Если же мы хотим создать большой отдел, то можно... Звучит очень интересно Знаешь что? Давай-ка я возьму это, потому что я иду в туалет И могу взглянуть на это А потом потереть и нем садницу, блин Если мы объединяем два отдела, это уже проблема Как именно нам помогает добавление третьего? Мой грешный Ну вот, квартира большая, Сузи Если не отвечать на звонки, попробую впечатлить её светами с бензоколонки Джонсон? Джереми Что ты делаешь? Сузи пришла ко мне в офис поделиться своими мыслями В итоге поделилась вайповкой Сузи, что он тут делает? У нас отношения, Джереми В каком смысле? Нам хорошо Мы едим завтрак друг с другом Иди сладко, сейчас продолжим До Кэтринга два часа, даже на новом бумере Он даже не заплатил за неё Он настоящий самец, Джереми Ты согласись, ты ему совсем не соперник Не согласен Нельзя так обращаться со мной, Джонсон Ты должен мне Я пойду с этим суд по гражданским делам Я натравлю их у тебя Я не знаю, сяло В общем, мы все поговорили Лиззи, Кэти и Джефф И мы думаем, что выходим из рабочей группы Но Вы не можете Ты же говорил это добровольно А вот нет Я была шокирована, когда ты назвал Кэти тупицей Я не называл Назвал Ты сказал, что она тупицей, чтобы она заткнулась, пока ты не отбил её тупую башку А потом наступил Джереду Нонгу Это было случайно Не было Могло быть Я всё сделал так, что это могло выглядеть случайностью Перестань, Софи Ты же хочешь, чтобы мы наслаждались обеспеченной жизнью? Я был вежлив с тобой, даже когда пришла этот чушь Про ценку прибыли По-моему, нельзя так обращаться с людьми Нужно быть добрее Ну, конечно Как хорошо быть доброй? Пойдём куда-нибудь поужиной? Да, иди ужинай, наслаждайся, пока не пришёл счёт и не начались проблемы Аминь Входи Так, ясно Похоже, что мы остались одни с Джерардом Да, Джерард? Сори? Извините? Я говорю, теперь остались только ты и я, так? Да, извините Извините, у меня ячмень в лухе, поэтому... Тогда до встречи Хорошо Ну что, парень Садись и прочищай свои трубки Потому что мы с тобой сейчас ощутим самый мощный бизнес-урроган со времён Энрона Продажи, маркетинг, маркетинг, продажи Всё, что я делаю, кручу вверх-вниз, этот бессмысленный текст, вставляя слова почти наугад Думаю, всегда можно надавить на жалость к Джерарду Он мой тёмный секрет, мой человек-слон Эй, это я! Неожиданный визит! Я вижу, что это ты! А что ты тут делаешь? Хочу устроить здесь тусу! Ты следишь за Джонсоном и Большой Сюси, да? Ты собираешься сделать что-то безрассудное, да? Нет, 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 ты что? Может быть Слушай, мне нужно найти Большую Сюси, её нет дома Зачем тебе опять сходиться с ней? Она же начала раздражать тебя Это было до того, как мы перестали встречаться Ясно, значит, теперь вы расстались, и ты вдруг снова полюбил её Именно в любви всегда так, Марк Привет, это Чарльз Джонсон Это Камилла? Да, это Камилла Господи, как унизительно Почему мы не можем быть Холмсом и Ватсоном? Беном и Джерри Даже Чук и Гек было бы лучше Ну, как дела с проектом Зевс? О, чёрт Всё очень и очень неплохо Думаю, мы добились прорыва, Аллан Отлично, тогда пойдём куда-нибудь и отпразднуем отдел продаж Просто обосрётся, бодай с Маркейсингом Хотя есть ещё несколько тонких мест, и нам с Джерардом ещё нужно... Эй, тогда возьми с собой лотоп, чувак Аллан, Марк, если всё готово, то готово Пошли, Марк Нам сделают приятно Да Отличные девчонки Отлично Я буду в компании, наверное, худших людей в мире Привет, Сюзи Джерми, Джерми, а ты что здесь делаешь? Я? Ничего, просто проезжал через Кэтринг и подумал Я знаю кое-кого, кто поехал в Кэтринг на выходные Джесс? Честно, я постоянно езжу в Кэтринг, мне здесь нравится, весёлый городок Да перестан ты, Сюзи, давай разберёмся Скажи мне, что ты нашла в Джонсоне? Он мне просто нравится Да, просто Это из-за того, что он чёрный, да? Нет Я даже не заметила Ты совершаешь ошибку, Сюзи, потому что у него не получается быть чёрным Я лучше чёрный, чем он, поверь Это звучит очень... Слушай, Сюзи, чёрным быть не значит ими чёрной кожи Дело в энергетике, в общении, в том, чтобы курить травку, сражаться с предрассудками, негативными стереотипами везде, где находишься, понимаешь? Нет? Я занимаюсь с Риман Джонсон Что в последнее время сделала Джонсон для чёрных, скажи мне? В смысле, что кроме работы с подростками и неблагополучными семьями? Да, кроме этого Джерми, ты пытался продать моё тело другому мужчине за деньги Я не хочу разговаривать с тобой Прощай! Я не пытался продать твоё тело другому мужчине Я пытался сдать в аренду твои половые органы на раз в основе Я всегда хотела побывать в таком месте Мне нравятся эти женщины, они раздеваются, а у вас челюсти отрисают Насчёт последнего ты не права Расслабься, Марк, мы расслабляемся Тебе что, танцовщица не нравится? О, Господи, какой ужас Она же трогала поручень, это же так не гигиенично Ну как тебе здесь, Марк? Неплохо, да? Да, очень неплохо, Аллен Может быть, поработать в задней комнате? Где-то в баре должна быть комната, не забитая гангстерами и мужиками, которых обслуживает танцовщица Я закажу танец для тебя, вот что я сделаю, Марк Вот что тебе нужно Точно Нет, Сузи, не нужно У меня, по правде, нет времени, софи До свадебный подарок Эй, да, вот вы Станцуйте для него, пожалуйста Спасибо Сузи, я правда... Меня втянули в это насильно Вот оправдание Привет, как тебя зовут? Мартин Приятно познакомиться, Мартин Отлично, началось Еще один член, встроенный в глобальную экономику Как мне нужно выглядеть? Невозмутимо, как Бонд? Как будто бы я привык к раздетым женщинам в повседневной жизни? Нельзя быть грубым Улыбайся, ободряюще Взгляд непохотливый Нужно избегать этого любой ценой И дрожи О, Господи, как она хороша Это все вообще нельзя разрешать От этого хотят все мужчины И нам не нужно разрешать это Это ужасно и от этого тошнит Так, теперь у меня встал Как это безнадежно предсказуемо Когда же мне заниматься работой? Я очень извиняюсь, вы привлекательная женщина, но у меня много дел Хочешь, чтобы я перестала? Нет, 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 продолжайте Вы очень талантливые, мне просто нужно продолжать работать и... Что ты пишешь? Ой, какие предложения Ты что-то не сильно много написала Попробуй сформулировать все свои цели в первой фразе Да, послушайте, это очень сложное бизнес-предложение Я не думаю, что можно выразить все цели в одной фразе Не можешь выразить свои задачи в одной фразе, значит, они слишком расплывчатые Ни хрена, они не расплывчатые, ясно? Хорошо Господи, они могут быть слишком расплывчатые Что я такого сказала? Отлично, теперь еще и танцовщицу разозлил Ну, Марк, как самочувствие? Расслабленно, я чувствую себя очень расслабленно Не захотела пойти веселиться с командой? Джесс, они пошли в стриптиз-групп Правда? Господи, мужики Не хочешь? Мне нужно сохранять ясную голову Давай, покажи, стала заложницей капитана Корригана Она такая классная, симпатичная Как Марку удалось сойти с ней? Наверное, у нее какие-то проблемы с характером, которые проявляются только потом А как у тебя с большой сюзи? Да, все ужасно Я пытался вернуть ее назад, но даже не уверен, нравится ли она мне или... Я иногда задумываюсь, что я делаю с Марком, эта женитьба Правда ли он любит меня? Достаточно ли я пожила? Я спала только с четырьмя мужчинами Это достаточно? Четырьмя? Ну да Господи, у меня было больше мужиков А я сплю в основном с женщинами Ну, ты можешь переспали еще со ним Двумя, чтобы лучше показать Не знаю, достаточно ли я хорошо Ты хороша, ты секси, Софи, ты секси Это мило, спасибо, Джесс Ты тоже очень сексуальный Ну, за сексуальность Черт, это случится Это почти наверняка ужасная затея Но я не узнаю наверняка, пока это не сделаю Нет, я был прав, это ужасная затея Пожалуй, самое глупое в моей жизни Хотя, может быть, если начнем трахаться, это ощущение как-нибудь рассосется Привет, Маркуша Привет, мне нужны кое-какие файлы, программы Ну, Рафен Всю ночь придется работать с Джерардом Ладно, хорошо Ну, я, наверное, пойду посплю в кладовке, а? Да? Ты уверен? Всегда есть место на полу в ванной? Нет, старик, нет, все нормально В кладовке есть все, что мне нужно Пару рулонов бумаги вместо подушки И какой-то кусок брезентика Ну, звучит неплохо Ты прекрасный человек, господи Он ведь офигительный, правда, Софи, да? Да, ты офигительный, просто офигительно классный Что это они так подлизываются? Может быть, разговаривали обо мне и неожиданно поняли, что я был прав насчет Северной Кореи Прав про европейскую конституцию И уж точно я прав про платный въезд в центр города О, господи, как мне хреново Голова сейчас взорвется Расслабься, Марк Головы не взрываются Скорее у тебя будет опухоль мозга Итак, полчаса до моего доклада И нам нужно сделать это Все, теперь только ты и я Извини? Я говорю, теперь только ты и я Да, извиняюсь, просто вот тут у меня опухоль, вот с этой стороны Да, конечно Итак, подведем итоги Что мы имеем? О чем я буду докладывать? Нет, это звучало хорошо в три утра, когда мы напились кока-колы Это бред Это просто застольные разговоры, это не для публичного обсуждения Это... это все? А где реальные предложения? Где мясо, Джерард? У нас же... Ничего нет У меня ничего нет, у меня ничего нет, ни хрена Мы ничего не сделали, мы всю ночь провели без толку, Джерард Ничего Мать твою! Я упорно работал, чтобы... Чмо, ты гнилой говновец, странный урок! Хватит, Марк, ясно, не смей со мной так говорить Я потерял своего человека-слона Моего прекрасного человека-слона Как дела, Сарик? Все в предвкушении Джефф Джефф, слушай Твоя идея... У тебя есть распечатка той идеи про объединение трех отделов? Той, которой ты хотел жопу потереть? Да, не очень смешно получилось, но у тебя осталась копия? Да, конечно, Сарик Вот она Мне так стыдно, что я предал Марка Очередная строчка в донжианском списке джесса Он ужасно выглядит, ему нужна дружеская поддержка Марк? Господи, надеюсь, я уже не пахну, Софи Что там на этом листе, Марк? Что? Что там такое написано? Что ты так расстроился? Знаешь, что написано на этом листе, Джереми? Что-то связанное с историей? Перестали издавать книги по истории? На этом листе написано, что я обосрался Ой, ужасно, а кто тебе его прислал? Это мой план для проекта Зевс Давай посмотрим Вот с чем я должен войти в ту дверь через 10 минут И докладывать перед советом директоров всей компании JLB Блин Я должен сейчас войти в комнату, где меня отымеют самые большие толстые члены в области корпоративной стратегии Может, тебе лучше сбежать? Да, спасибо, Джесс Нет, правда, говорят, что это плохо убегать от проблем, но если проблемы не смогут тебя догнать, что ж у страшного? В этом случае от них не скроешься Да блевать, ты уже будешь в лесу играть на дудочке с кроликами и белками Думаю, я мог бы сбежать Давай, мужик! Думаю, это был хороший совет Я же не ожидал, что он им воспользуется Я, наверное, не сказал бы такого, если бы допускал, что он может прислушаться Но вот, прислушался Господи, я убегаю Просто отлично Может, пойду в Ростикс, возьму целый большой пакет курицы Или вступлю в Аль-Каиду Может быть, женюсь на той танцовщице В каком-то смысле у нас много общего Нахрен штрафы за видеопрокат Я все бросил Прятаться на парковке Это не совсем Гризли Адамс, но для начала Джереми! Где Марк? Что ты тут делаешь? Я знаю свои права Я поговорил с друзьями в городском административном суде Плати или устрою скандал Ну, хорошо Если это тебе устроит Вот, прошу Триста восемьдесят Налика Че, доволен, да? Я возьму это И знаешь что? Это ничего для меня не значит У меня нет ни пенсов за душой Сюзи Но это ничего не значит для меня без тебя Вот! Ты видишь? Видишь, как я себя чувствую? Ну что, теперь ты ко мне вернешься, а? Нет, Джесс Мне просто не страшно Ты даже нравишься В таком случае Прошу прощения Черт, из этого будет трудно выпутаться Это не ошибка в письме Это зашло очень далеко Отрицание общества и склонность к общению с дикими животными Может плохо отразиться на квартальном отчете Что там Джереми ворует? Салфетки из отеля? Марк! Софи! Что за фигня? Почему ты прячешься в кустах? Ты разве не должен делать доклад? Ничего не вышло, Софи Проект Зевс невыполним Что мне делать? Все будет хорошо Знаешь что, ты должен пойти туда и сказать правду Правда, Софи? Это же не реклама Это реальная жизнь, где отрывают яйца И загоняют в угол трудовыми договорами Слушай, я знаю, это трудно Но просто скажи им Это реальная жизнь Нюхать цветы И в задницу все доклады Это все ерунда Просто скажи им правду Тебе очень жаль Но ты пытался Ты правда так думаешь? Конечно Может, она права? Может быть, правда поможет? Может быть, и рак был хорошей затеей? Может быть, я достаточно откладываю на пенсию? Может быть, компьютерные игры не пустая трата времени? Может быть, Аджей Симпсон не виноват? Может быть, все будет хорошо? Вон всем интересно, почему ты влез через окно, Марк Я не играю по общим правилам Что мне еще сказать? Вы не пользуетесь дверями? Каждое окно – это дверь Не каждое Это как посмотреть Речь, конечно, не об окнах в туалете Итак, сейчас Марк расскажет о деталях проекта «Зевс» Ну вот, ладони высохли Во рту пересохла, задница вспотела Итак Объединение продаж и маркетинга Проект «Зевс» Плохая новость в том Что он невыполним Но взгляните на большую картину И что? Может быть, нам не нужно заниматься кредитами вообще? Может быть, надо подумать о правах человека? О глобальном потеплении? Это просто мысли, но... Где же человечность? Я вот... О чем хочу вас спросить сегодня в первую очередь Где человечность? Старый друг Чёрт Я разваливаюсь и горю Этот старый хиппи продал меня План Б План Б Каков мой план Б? Вы не могли бы перестать бормотать? Пожалуйста, перестаньте Хотя, может быть, вы думаете, что это вежливо бормотать про кого-то, кто... Умирает Я что, сказал это? Я сказал это? Да, это правда, у меня рак мозга Половина мозга, наверное, уже умерла Но я думаю, для человека с опухолью мозга Размером с ананас, который умрёт через месяц Я очень неплохо поработал План В? Есть ли план В? План В? О, мой мозг! Мой несчастный больной мозг! Нет Да, я хотел бы заверить всех вас, что господин Корриган действительно будет мёртв через месяц Позвучено по заказу дважды два Субтитры сделал DimaTorzok